Приветствую, с вами политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Вместе с историком Андреем Ильичом Фурсовым обсуждаем, что вслед за пандемией ковида миру могут предъявить новую небывалую угрозу – вторжение инопланетян на Землю. Фантастика, скажете вы. Но посмотрим на факты. Предпринятые национальными правительствами меры в связи с пандемией ковида радикально изменили жизнь людей на всей планете. И с этим, я думаю, никто спорить не будет. То, что совсем недавно казалось просто немыслимым, стало нормой. Однако произошедшие перемены могут показаться шуткой по сравнению с тем, что ожидает человечество в случае появления новой глобальной угрозы – нашествия инопланетян. Об этом с Андреем Фурсовым и говорим. Речь, конечно, не о гипотетической возможности вторжения на Землю обитателей Нибиру или Сириуса. Но о том, что такая угроза будет объявлена жителям государств на официальном уровне. Фантастика, скажете вы. Но последние десятилетия мир буквально лихорадит от заявлений глав государств и лидеров общественного мнения, что чуть ли не всем без исключения угрожает та или иная напасть. И всегда одна центральная мысль – что мы должны забыть все разногласия и сплотиться, чтобы вместе одолеть годину. После нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года человечество пытались сплотить борьбой с международным терроризмом. Под этим поводом увеличились военные бюджеты государств. В США приняли так называемый патриотический акт, позволяющий прослушивать телефонные разговоры и смотреть личную переписку. Россия позволила Соединенным Штатам обустроить военные базы в Средней Азии, а американские войска вторглись в Ирак и Афганистан. И чтобы убедить всех в необходимости таких мер, фактически хватило тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэлла с белым порошком в пробирке. Но очевидной брешью в идее борьбы с терроризмом было отсутствие объяснения, откуда вообще эти террористы взялись и чего хотят. Мол, есть некие злые люди, которые хотят всех уничтожить, и с ними надо бороться всем миром. При формулировании последующих глобальных вызовов проблема была устранена тем, что угрозы стали носить нерукотворный характер. Итак, вскоре после терроризма темой номер один стало изменение климата. И опять, большинство государств согласились с новыми правилами игры. Были приняты программы по модернизации энергетики, снижению выбросов углекислого газа, пусть и с очевидными большими издержками для экономики. А мир, затаив дыхание, слушал, как данную небесами истину, эмоциональные речи 15-летней Греты Тунберг. И вот теперь ковид. Он и вовсе в короткие сроки разрушил многие устои. От соблюдения элементарных прав до бытового мироощущения людей. Руководители международных организаций, вроде главы международного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, предрекают человечеству даже некую новую нормальность. А под всеми этими разговорами, семимильными шагами внедряются цифровые технологии, главный из которых – это погружение людей в виртуальную реальность. И вот в этой, без преувеличения сказать, мировой тенденции, следующим шагом может стать всеобщая тревога по поводу скорого нашествия инопланетян. А если это посчитают уж слишком экзотическим, то можно напугать людей грядущим падением громадного астероида. А значит, все человечество опять должно объединиться, бросить все ресурсы для отражения угрозы. И, конечно, полностью почините свою жизнь всеобщей цели. Забыть и про права человека, и про социальные права. О каких социальных правах и разногласиях может идти речь, когда нам всем грозит вымирание. В какой-то степени намеком на такой сценарий могут быть голливудские фильмы, которые часто оказываются пророческими. Борьба со всемирной террористической угрозой, климатическими изменениями, погружение в виртуальную реальность, сосуществование людей-роботов. Про все это снимали фильмы, и весьма надо признать, хорошего качества много раз. И многое из того, что казалось фантастикой, уже плотно вошло в нашу жизнь. Фильм «Матрица» в момент своего выхода в 1999 году казался просто изощренной выдумкой. Но сегодня такие люди, как Илон Маск, открыто говорят, что мы живем в реальности, нарисованной компьютером. И то, что было фантастикой, сегодня уже воспринимается не как антиутопия, а как самое настоящее руководство к действию. Вот давайте об этом задумаемся. И вот в этот второй уже год подряд, 2021, второй подряд пандемийный год, Голливуд выпустил интересный фильм «Война будущего» о необходимости готовиться к нашествию инопланетян, которое должно произойти через 30 лет. И одновременно, вот это уже более интересно, на мой взгляд, национальная разведка США выпустила доклад, в котором НЛО были признаны угрозой нацбезопасности Америки. А вскоре и директор НАСА Билл Нельсон заявил, что астронавты постоянно сталкиваются с НЛО, причем вряд ли технологии таких неопознанных объектов могли быть созданы на Земле. Сейчас, я знаю, что вы видите, что эти Navy полиции смотрели в 2004, и там было несколько 300 sightings с тем, и я говорил с тех полиции, и они знают что они смотрели что-то, и их радар находится на ней, и тогда, все равно, это было здесь, на поверхности, и тогда это было здесь. И они не знают что это, и мы не знаем что это. В общем, инопланетяне, как и астероиды, уже близко. Тех, кто это станет отрицать, объявят астероид-диссидентами? И ведь впрямь глупо отрицать очевидное. Ведь терроризм реально существует, и климат ощутимо меняется, и коронавирус опасен для человека. Да и кто даст гарантию, что мы одни во Вселенной? И тем более, кто будет отрицать, что астероид может упасть на Землю? Вот на Челябинском, уже в феврале 2013 года, в городе посреди зимы над городом взорвался метеорит, и так что выбило все стекла в городе, и на полдня пропала всякая связь. А что, если это был всего лишь маленький кусочек большого метеорита, летящего к Земле? Кстати, в прошлом 2020 году Голливуд тоже снял фильм «Гренландия», как прилетевшая из космоса комета уничтожила все города и все живое, а спаслись лишь единицы. Вот об этом я и побеседовал с директором Института системно-стратегического анализа историком Андреем Фурсовым. Дело в том, что инопланетяне — это запасная карта, но в июне этого года НАСА сделало заявление, что инопланетяне могут быть угрозой земной цивилизации. А по весне началась публикация документов, и в НАСА объяснили, что 10% из вот этих всех случаев они не объясняются ни фейками, ни какими естественными причинами. И они вот такие, какие они, так сказать, есть. То есть вот был сделан этот шаг. А поскольку эти ребята всегда играют в долгую, то я так понимаю, что они вот этот вот пятачок положили на случай, чтобы бросить его через турникет и пройти. Тем более, что Браун, ведь он сказал, что после Советского Союза будет ислам, после ислама будет там еще что-то, и последнее, это вот если уж совсем ничего, это будет нашествие инопланетян. Ну вот обращать на себя внимание, что Голливуд, конечно, снимает часто пророческие фильмы, и то, что... Нет, это не пророческие фильмы, это подготовка общественного сознания к тому, что это будет вот так вот. Или решается другая задача. Например, был период, когда Конгресс перестал выделять НАСА столько денег, сколько вот им хотелось бы. И тогда по заказу НАСА Голливуд сделал несколько фильмов, как астероид чуть не уничтожает Землю. И это вызвало тревогу населения, и Конгресс сразу выделил деньги. На ваш взгляд, а насколько вообще мировое общество, вот обычные люди, восприимчивы к такой агитации? Потому что люди не особо верили и в исламский терроризм, что это прямо угроза номер один, не поверили в Эбалу. Очень много и сейчас людей, которые говорят, это безумие, что творится с ковидом. Я думаю, что людей будет трудно очень убедить в угрозе инопланетян. Но ведь смотрите, какая вещь. Устроена была глобальная афера с коронавирусом. Могут что-то устроить, и с инопланетянами прилетят две тарелки, расстреляют какой-нибудь город, и улетят. Все будут кричать, что это были инопланетяне. Конечно, главный вопрос, а для чего вот такие вещи в мировое информационное пространство запускаются? То есть цель находить какую-то общую для всего человечества угрозу? Нет, дело вот в чем. Вот смотрите, у нас очень мало писали, у нас очень мало писали в эти дни о чрезвычайной сессии ВОЗ, которая была 29 ноября по 1 декабря. Судя по всему, у ВОЗ не получилось сделать того, чего они хотели, но они еще в мае расписали список задач, которые, так сказать, нужно продавить. Значит, среди задач было следующее. ВОЗ наделялась правом официально объявлять пандемию. У нее сейчас такого права нет. И, кстати, ВОЗ дистанцировалась от нынешней пандемии. Они сказали, что они не объявляли никакой пандемии в марте 2020 года. Это было неформальное мнение руководства ВОЗа. А дальше спрашиваете своих правительств. Дальше. На время пандемии прекращается действие декларации прав человека. На время пандемии прекращается деятельность профсоюзов. НКО приравнивается по своему значению в ситуации борьбы с пандемией к государству. Иными словами, по сути дела, это ввод в режима того, что он вызывает мировым правительством. Как это произойдет, это зависит от жуткого какого-то страха. В свое время Аталии в 2010 году сказал, когда его спросили новый мировой порядок, что может подтолкнуть к установлению, он сказал, могут подтолкнуть самые разные факторы. Например, пандемия. Так что пандемия, любая угроза, то есть создание психоза. Другое дело, история с короной показала, что все-таки, несмотря на то, что был опробован вариант наведенной психической эпидемии, тем не менее, сопротивление оказалось значительно более сильным, чем ожидалось. Ну и кроме того, части элиты это не понравилось, поэтому, например, экономист, который принадлежит семье Ротшильдов, экономист уже заявил, что в 2022 году эпидемия закончится, и Гейтс тоже самое сказал. Так что вот такая штука, игра пугалок. И на смену ковиду что придет? Опять исламский терроризм? Климат. Ну климат очень долгоиграющая вещь. Ну они будут играть в долгую, они будут играть в долгую, раскручивать его, так что вот потом, ну они могут запустить еще более серьезную эпидемию какую-то. Вот это тоже вариант может быть, потому что в принципе с одной стороны не получилось, а с другой стороны это были штабные учения, хорошо посмотрели, кто как реагирует. Ведь обратите внимание, несмотря на то, что ВОЗ сделало неформальное заявление, все правительства, за исключением Швеции и Белоруссии, все щелкнули каблуками, сказали Цубифель и все. Это было мнение Андрея Фурсова. А что вы думаете по всему этому поводу, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. А с вами был политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Кандидат философских наук Андрея Фурсова. Кандидат философских наук